МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Социальные вопросы. Сегодня глава Чуваши посетил ряд объектов столицы республики. Вместе теплее. Но строй Чуваши просит присылать селфи с оголенными трубами. Чувашский подснежник. В республике вспоминают Михаила Сеаспеля. Сегодня глава Чуваши посетил предприятия и строительные объекты в микрорайоне Новый город. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Эта дорога свяжет между собой жилые кварталы и социальные объекты нового города. Строительство кольцевой трассы началось летом. Работы необходимо завершить до декабря. Подрядчики проступили к возведению опор. Следующий этап – установка светофоров и остановочных павильонов. В перспективе по этой дороге будут курсировать автобусы. Стоимость проекта у нас здесь – 73 миллиона 800. На сегодня освоено 38 тысячи 500. И на подписи предъявлено еще 31 миллион. Переделали проект освещения, потому что по первоначальному проекту вот эти трансформарты по станции, их нет уже вот. А вот работы подрядчиков, возводящих детский сад, глава республики остался недоволен. Штукатурить стены строители начали, не дожидаясь подачи тепла. Глава региона поставил задачу решить проблемные вопросы в ближайшие дни. Строительство детского сада должно завершиться в отведенные сроки до июня следующего года. Но в перспективе для дошкалят нового города планируют создать еще 300 мест. Министр РФ, в принципе, если одобрит протокольно, на следующий год планируется начало строительства следующего сада. О развитии Чебоксар зашла речь на встрече главы республики с работниками завода «Чувашкабель». У Михаила Игнатьева интересовались планами властей по строительству дорог, ремонту домов и благоустройству улиц. Жительницу поселка Ольгешево беспокоят, успеют ли подрядчики возвести по графику новый детский сад. Сваи уже забиты, сейчас ведется строительство каркаса. Мы заключили муниципальный контракт с подрядной организацией. Срок исполнения контракта 1 июля 2017 года. А Лидия Баранова обратилась к градоначальникам с просьбой благоустроить лестницу, ведущую к роднику. Женщина говорит, что уже не первый год просит коммунальщиков. Мы их будем благоустраивать. У нас лестница проваливается, никто нам не делает, сколько раз обращались. Мы этот адрес проверим, приведем экспертизу, до вас доведем, сейчас контакт тоже мой помощник возьмет. Нового года у нас сделать. Хорошо, рассмотрим. На встрече говорили и о спорте. Главе региона рассказали, что количество курячих на заводе можно пересчитать по пальцам. А ваша лучшая практика будет востребована, полагая, другими коллективами, другими предприятиями и организациями. Это же важно. Личный пример, он всегда дает результат практический. Глава региона встретился и с сотрудниками республиканского онкологического диспансера. С открытием нового корпуса, говорят медики, условия их работы улучшились в разы. Здесь можно проводить операции любого уровня сложности. В следующем году намерены открыть инновационную лабораторию молекулярной генетики. Речь идет о совершенно новом уровне диагностики онкологических заболеваний. Развитие онкологической службы власти республики поддержат. Средства на открытие лаборатории будут заложены в бюджете региона. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов, Республика. А между тем, в новом хирургическом корпусе республиканского онкодиспансера начали проводить первые операции. Шесть современных операционных и самое высокотехнологичное оборудование. О том, насколько быстро пациенты получают медпомощь, в нашем материале. Стол, скальпель, хирург. Все операционные уже начали работать в штатном режиме. Передовые медицинские технологии видны в большом и малом. От консоли для анестезиологов до лампы в специальном светильнике. В новом здании работают три отделения. Сейчас здесь проводят несколько плановых операций в день. В будущем их количество увеличится до 5000 в год. Мы постепенно будем в кратчайшие сроки наращивать этот объем. Есть востребованность в Республике увеличения высокотехнологичной помощи. Поэтому мы будем максимально стараться развивать ее. Это даст возможность пациентам дольше жить. Это улучшить их качество жизни. Ну и это, скажем так, квалификация, развитие персонала. Это следующая ступенька к развитию новых технологий. После успешной операции необходима квалифицированная реабилитация. Все палаты двухместные, в каждой отдельный душевая и санузел. Переезда в новое здание ждали уже много лет. Сейчас новая цель. Онкологический диспансер в будущем может стать межтерриториальным онкологическим центром, в котором смогут лечиться жители и других регионов. Тем более для этого имеются все предпосылки. Когда будут отремонтированы дороги, реконструированы старые здания и налажена нормальная медицинская помощь? Ответы на эти и другие вопросы жители республики могли получить сегодня от представителей органов государственной власти. Как прошел единый информационный день в городах и районах Чувашия, рассказывают наши коллеги из шумерлинского и алатарского телевидения. На радость шумерлинским автомобилистам после нескольких десятков лет ожидания в этом году начался ремонт автодороги в сторону населенного пункта Радищева. Почти 30 миллионов рублей из республиканского бюджета выделено на реконструкцию автодорог в городе Шумерля, сообщил министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашия Владимир Аврелькин. В адрес городских властей прозвучала просьба о реконструкции шумерлинской средней школы номер 7, закрытой почти 8 лет тому назад после проверки Роспотребнадзора. На ее восстановление в бюджете средств пока нет. Проектные мощности остальных учебных заведений закрывают дефицит школьных мест. Еще одна проблема, озвученная в ходе информ дня – кадровый голод в медицинских учреждениях. Чтобы сдать кровь, сделать электрокардиограмму или попасть к узкому специалисту, приходится выстаивать огромные очереди. Владимир Аврелькин пообещал передать этот вопрос в профильное ведомство. В Алатаре информгруппа встретилась с коллективом средней школы номер 11. Исполняющей обязанности главы администрации Татьяна Ежова рассказала о снижении доходной части городского бюджета. Это результат работы недобросовестных работодателей, использующих серые схемы выплаты заработной платы. Местная казна из-за этого недополучает налоги. Этот вопрос находится на особом контроле в правительстве республики. Глава республики Михаил Игнатьев встретился с управляющим операционным офисом ВТБ-24 Владимиром Царевым. Михаил Игнатьев и Владимир Царев обсудили деятельность банков Чувашии. Финансовое учреждение создало в республике около полутора тысяч высококвалифицированных рабочих мест. У нас работает 10 отделений ВТБ-24. Кроме этого, ВТБ как группа представлена филиалом ВТБ, вернее, операционным офисом ВТБ, одним операционным офисом, и нашим дочерним банком, почтабанком. Хочется пожелать, чтобы эта динамика была и в 2017 году, и в последующие годы, чтобы мы вместе с вами создавали благоприятную среду в банковской сфере. Так что будем работать на общий результат, на повышение качества жизни. В холодные уже почти зимние дни необычную теплую акцию запустил Минстрой Республики. Подробнее Ольга Пырочкина. Если вы видите, как люди делают селфи на, мягко говоря, странном фоне, вот на фоне трупа или коммуникации, как я сейчас, не удивляйтесь, они фотографируются не ради лайков в соцсетях, а ради тепла в квартирах жителей республики. Вместе теплее. Суть этой акции Минстройч Ваши в том, чтобы получить от жителей республики информацию о состоянии теплосетей. Если вы знаете, где в вашем городе или селе есть плохо изолированные участки теплотрасс, нужно в Facebook или Instagram разместить фотографию с хэштегами акции «Вместе теплее» и обязательной геометкой места, где сделана фотография. Участки теплотрасс, которые будут обозначены жителями республики Минстройч Ваши, возьмет под особый контроль и сообщит о ненадлежащем состоянии владельцам коммуникаций. При необходимости объекты будут включены в инвестиционную программу о модернизации коммунальной инфраструктуры. Дело в том, что именно через плохо изолированные участки теряется тепло, пока оно идет от котельных до конечных потребителей, то есть жителей. Самых активных участников акции, кроме морального удовлетворения, ждут призы. Итоги подведут в конце декабря. В России создадут интерактивную карту свалок. К работе над уникальной картой приступают в Комиссии по экологии общественной палаты страны совместно с профильными министерствами. Проект позволит активным гражданам следить за экологической обстановкой своего района, города и региона. Такой информационный ресурс позволит выявлять и ликвидировать места несанкционированного размещения отходов и загрязения земли опасными веществами, а также проследить сам ход устранения зафиксированных нарушений, в том числе в рамках общественного экологического контроля. Уникальная карта будет создаваться совместно с Роскосмосом и Общероссийским народным фронтом. Причем на карте будут фиксироваться не только свалки коммунально-бытовых отходов, но и нефтеразливы, места складирования сельскохозяйственных и промышленных отходов. Наверняка на эту карту попадут и свалки, которые есть на данный момент в Чувашии. Неоднократно в своем эфире мы рассказывали о плачевной ситуации с вывозом мусора в городе Канаж. И вот новые сообщения на эту тему. На директора компании «Чистый город», в чьи обязанности входит уборка и вывоз отходов, завели уголовное дело. Правда, пока по другим обстоятельствам. Директор компании «Чистый город», который также является депутатом собрания Канажского района, подозревается в злостном неисполнении решения суда. По версии следствия, с июня по октябрь текущего года подозреваемый препятствовал в исполнении судебного решения о взыскании с него и еще двух лиц в пользу банковского учреждения свыше 650 тысяч рублей. В частности, он не передал для дальнейшего исполнения бухгалтерию возглавляемого им предприятия постановление судебного пристава исполнителя об обращении взыскания на его заработную плату и иные доходы. Вместо этого он оставил их у себя без дальнейшего движения. В итоге подозреваемый получал свою зарплату в полном объеме. Средства в пользу взыскателей не удерживались. Сядь со мной, старина, вспомник и земляк, как в былые времена шею гнул бедняк. В этот день, 117 лет назад, родился поэт-революционер, наш земляк Михаил Сеспель. Сегодня поэта вспоминали в одноименном сквере столицы Чувашии. Он прожил всего 22 года. Всю свою короткую жизнь поэт посвятил служению чувашскому народу. Он пытался помочь своим землякам во время страшного голода 20-х годов. А еще он оставил огромное литературное наследие. Сегодня Михаила Сеспеля вспоминают его соратники по Перу. Поэт Михаил Сеспель – это великая радость чувашского народа. Это божеский дар. Гениальный талант, который же не повторяется и едва ли повторимо будет. Лично для меня это с детских, юношеских лет как символ, как образ мужества. Не только его стихи, но и его биография трагическая, трудная, но плодотворная. Вся жизнь Михаила Сеспеля была борьбой. Он страдал от туберкулеза с 12 лет, но тем не менее пошел на фронт. Ему тяжело давалось реставание с родиной. Однако даже вдали от нее он не забывал о Чувашии. Почтили память поэта сегодня и на его малой родине – в деревне Сеспель Канажского района. С 1996 года там ежегодно проводится республиканский фестиваль поэзии для детей. Дарина Игнатьева, Дина Кустова, Игорь Зверев, Республика. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы «Республика». Наши новости и программы смотрите на сайте ntrk21.ru. Я Ольга Панова с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова